Успитателя социального приюта обвинили в избиении сирот. Скандал разгорелся в Октябрьском районе. С просьбой спасти детей на горячую линию ОТВ позвонила одна из сотрудниц. Женщина утверждает, что детей в приюте якобы наказывают кулаками и оставляют без еды. Светлана Сычкарева отправилась в Октябрьский район, чтобы во всем разобраться. Сироте Марине тяжело вспоминать то утро в приюте. 15-летняя девочка утверждает, проснулась от сильного удара. Рассказывает, не сразу поняла, что произошло. Помнит, над ней стояла воспитательница. Все взяла за волос, разворачивает меня, что тварь спишь. Я говорю, я полиция, расскажу, полиция сегодня приедет. Она сказала, мне пофигу, хоть кому рассказывай. И все, долбнул мне сумку и ушла. Воспитателя социального приюта обвиняют в избиении сирот. Об этом журналистам и силовикам рассказала сотрудница учреждения. Педагог-психолог Валентина Олейник утверждает, что в день ЧП к завтраку не спустились трое сирот. И она отправилась на поиски. Обнаружила детей в спальне, якобы в одном нижнем белье. И голодных зачитывает то, что записала со слов напуганных сирот. Когда Костя стал одеваться, увидела синяки на теле у ребенка. Костя объяснил, что его ремнем побила Ольга Петровна. На одной рукой держала его за голову, другой била ремнем. Сейчас в социальном приюте работает прокуратура. Пострадавшими называют трех детей. Двух девочек и мальчика. Их отвезли на психологическую экспертизу. До этого осмотр провела местная медицинская сестра. У одной из пострадавших только синяк на колени. У других ссадины и ушибы. Все это медик зафиксировала в специальном журнале. Вот запись. Девочка жалуется на боль в шее. И цитирую запись. Со слов девочки воспитатель схватил ее за волосы и ударила. У мальчика фиксируют на спине множественные гематомы. Он тоже ссылается на то, что его били. Спустя несколько дней после этой записи медик увольняется. Большинство воспитанников этого социального приюта трудные. Дети и подростки. Накануне инцидента несколько человек сбежали. Искали их всем педагогическим составом. Нашли в другом городе, Троицке. Воспитанники объяснили свой поступок желанием погулять. Воспитатель, которую и обвиняют в рукоприкладстве, говорит, что просто провела с беглецами педагогическую беседу. Девочек, уверяет Ольга Гакина, даже пальцем не тронула. Ну это когда уже меня материл мальчик. Я просто подошла ему под затыльник. Ну как вот. Вот так, подушку. И все. Больше ничего не было. Вчера он извинялся, плакал опять. Он боится просто. Кто его учил, он просто того боится. На вопрос, кто научил, воспитатель утверждает, психолог. Якобы у них давняя неприязнь. Именно психолог, утверждает Ольга Гакина, подговорила детей сказать неправду. Серым кардиналом приюта психолога Валентину Олейник называет и исполняющая обязанности руководителя. Она предполагает, что синяки у детей могли появиться во время побега. Чтобы уйти, они прыгали со второго этажа. Руководитель также озвучивает свои мысли по поводу причин конфликта психолога и воспитателя. Как объяснила Валентина Валентиновна, она сказала, что она не хочет, чтобы Гакина Ольга Петровна занимала место заведующей отделением. Она была воспитателем, и я ее поставила заведующей отделением. Она этого просто не хотела, сказала. Этого не будет. Со стороны все действительно выглядит так, словно отношения в коллективе не сложились. За пару лет здесь сменилось уже четыре директора. Одного прямо из кабинета увезли на скорой с сердечным приступом. Сейчас педагоги разделились на два лагеря. Одни поддерживают психолога, другие – воспитателя. С такого приветствия начинается общее собрание. Шай, коллеги, собрались. Коллеги обвиняют психолога в интригах. Она их в жестоком обращении с детьми. Навстречу приходят и бывшие воспитанники. Утверждают, что психолог просила их писать докладные на педагогов, не вошедших в ее коалицию. Взамен якобы обещала отблагодарить. Встреча заканчивается ничьей. Психолог уходит, громко хлопнув дверью. А воспитатель кричит вслед, что подала на нее в суд за клевету. Теперь разобраться педагогам поможет только следствие. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по ЧП с детьми. По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему воспитаннику социально-реабилитационного центра «Надежда» возбуждено уголовное дело. В настоящее время указано уголовное дело. Значит, по нему проводится расследование. Ход расследования поставлен по культуре района на контроль. Если вину воспитателя докажут, то ей грозит не только увольнение, но и уголовное преследование. Но если выяснится, что тревога ложная, психолога могут обязать выплатить воспитателю компенсацию за моральный ущерб. Светлана Свечкарева, Айдар Насыров, ОТВ.